Я вам объясняю, что есть порубочный билет, оно признано аварийным. Все, больше ничего сказать не могу. А с жильцами это как-то согласовано было или нет? Звоните в департамент и узнавайте, согласовано это было. Так это заказчик департамента, его устройство. Мне дали команду, я мастер Зеленстроя, мне дали бумаги, дали разрешающие документы. Оно признано аварийным. Вот я вам могу даже вот... А я даже скажу, когда оно было признано аварийным. Дуб, дуб, вот кубы, 27 кубов, аварийно опасный снос. Рыбацкая 5. Все, вот порубочное разрешение. А это перечетная ведомость. Все, больше я вам ничего не могу сказать. Вот, смотрите, 12 августа 2020 года. А обследование было ровно год назад. Все, вот я говорю. А вчера порубочные, когда прибыли, сказали, что это 333, что ли? Я тебе говорю, вот, обследование, вот, пожалуйста. 12 августа повторное обследование. Признано аварийным. А аварийное потому, что оно, как бы, гнило, что? Потому что оно внутри гнилое. Потому что уже два раза падало на машину. Вот, в больнице. Вот, сейчас мы там гоняли машины оттуда. И нам сказал главврач, что два раза. Один раз на копейку упал, а второй раз на какую-то машину другую. Так что люди боятся. Интересно. А кто против-то? Вот, жители вот с этого дома. Мужчина и женщина. Да, он кричит, что дуб должен быть гнилой. Поняться не о чем. Должен быть гнилой. Понимаете? Ему объясняешь, вот говоришь. Вот, если вы вообще общаетесь, как бы, в этой... Дуб не ушел. Понимаете, как иногда жители реагируют. На нас, в принципе, завалить какое-то, я извиняюсь за свой французский, ну, там, срубить дерево, это целая проблема. Давайте, давайте нам на Аберийск еще уехать. Поэтому, когда уже приняли решение, то, видать, ну, все серьезно. А потом, вот, мы с Ольгой Константиновной буквально недавно общались, потому что я хотела... Ну, вот, это дерево лежало. Ну, я понял, да. И я даже помню, когда, ну, вот, Наталья Васильевна, наверное, тоже помнит, когда упала притолока, да, еще в прошлой жизни. И у нас там еще одно вросло, и я говорю, что будем делать? Она говорит, берать, а теперь надо разрешение, да. Говорит, нам бы вот с этим, на что я сказала, я говорю, давайте напомним, потому что мы уже год ждем, и до смешного мы позвонили, и реально там вот эта заявка была написана, потому что это именно муниципальное сейчас все, и дерево муниципальное. То бишь, они все кричат про какие-то деньги. Какие деньги? Зачем я буду заменить политик? Мы кому-то заплатили, и вы, и я, и мы нашему экологу, который обследовал, признал его аварийным. Ну, сколько это будет вывести, сколько стоит эта вышка, и это реально города. Ну ладно, да без разрешения мы даже не можем вот поднять крону у дерева. Главврач просит, я говорю, я не могу, мне надо обследовать, и разрешение получится. Так что это все серьезно, и раз оно признано аварийным, ну, я думаю, жители должны просто принять это. Изначально, я хочу, вот, лезь на язвы, представлю, что его облодят, облодят, омолодить просто. Да, и, вот, никакой аварийной будет. Да, потому что оно, оно так и было перекошенное. Вот видите, с той стороны коллектов не было. Угу. Ну, наклон ничего, наклон, и тем более оно гниет, так сказать, оно опасное. Вот я могу сказать, как специалист.